Ель обыкновенная. Время опыления май-июнь. Произрастает в северной и средней полосах европейской части России. Растет в чистых или смешанных лесах. Используется для озеленения населенных пунктов и создания железнодорожных снегозащитных насаждений. Применяемая часть это молодые верхушки веток с почками, незрелые семенные шишки и смола, канифоль и скипидар. Время сбора. Молодые верхушки веток собирают в мае, незрелые шишки и смолу в июне-сентябре. Химический состав. В незрелых шишках, почках и хвоей еле обыкновенной отмечается высокое содержание эфирных масел, дубильных веществ, смол, а также каротина, солей железа, марганца, меди и алюминия. Еле обыкновенная содержит дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, смолу, минеральные соли. Содержание дубильных веществ в коре еле довольно велико и составляет в среднем 7-16%. Живица еле обыкновенной содержит терпентин, смолу, эфирные масла, муравьиную и янтарную кислоты. Применение в народной медицине. Спектр применения еле обыкновенной действительно велик. Из почек готовят отвар, который обладает желчегонным, мочегодным, отхаркивающим, дезинфицирующим, патагоном и обезболивающим свойствами и успешно применяется при воспалениях верхних дыхательных путей, бронхитах, хроническом воспалении легких, туберкулезе легких, ревматизме, подагре, мочекаменной болезни, водянке, воспалении желчного пузыря, при лишаях и сыпе на коже. Сироп, приготовленный из свежих почек, рекомендуют прийти при микроинфарктах. Препараты, приготовленные из почек и хвои, применяют наружно при подагре, ревматизме, кожных заболеваниях и нервном перенапряжении. Настой хвои применяют при авитаминозе и цинге. При ангине, танзелите, ларингите, трахеите, гайморите и вазомоторном рините применяют отвар шишек. Для лечения фурункулов и гнойных ран применяют мази из живицы. Способы применения Первый способ. 30 грамм молодых побегов или молодых шишек варить в одном литре молока. Отвар процедить, разделить на три части и принимать в течение дня. Второй способ. Составить смесь из смолы еловой, воска, меда и масла подсолнечного по одной весовой части каждого компонента. Смесь разогреть на огне и остудить. Употреблять как мазь при ссадинах, нарывах и язвах. Третий способ. Составить смесь из смолы еловой и воска желтого по одной весовой части каждого компонента. Смесь расплавить и остудить. Кусочки смеси класть на раскаленные угли, дышать выделяющимся дымом при упорном застарелом кашле или хроническом бронхите. Субтитры сделал DimaTorzok